Добрый вечер, дорогие друзья! Центральная городская библиотека имени Ломоносова вновь пригласила вас в открытую гостиную «Авторитет имени». Встреча проходит в прямом эфире, поэтому всех, кто к нам присоединился, я приглашаю к активному участию в разговоре. Пишите в чате свои вопросы и пожелания. Напомню, что меня зовут Любовь Горганчук, а сегодняшняя гостья открытой гостиной заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая отделом «Городская художественная культура» Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», автор книг и статей о жизни старого Архангельска, обладательница пушкинской медали Татьяна Владимировна Зеленина. Здравствуйте, Татьяна Владимировна! Добрый вечер! Очень приятно видеть вас не первый раз в гостях в библиотеке имени Ломоносова. В этом году исполнилось 30 лет, как усадебный дом Екатерины Кирилловны Плотниковой передан музейному объединению «Художественная культура Русского Севера». А вы являетесь его хозяйкой тоже 30 лет, то есть вы заведующая отделом «Городская художественная культура». И мы знаем, что за три десятка лет вам удалось сделать очень многое. Об этом вы рассказываете в своих книгах. И всё же поделитесь самыми дорогими воспоминаниями о восстановлении дома, о раскрытии удивительных тайн старого дома со всеми участниками прямого эфира. Спасибо за вопрос. Мы уже неоднократно рассказывали о том, как мы начинали, что происходило. И действительно, оглядываясь назад, в март 1991 года, вспоминается такой очень интересный момент. Наш директор, Майя Владимировна Миткевич, когда сказали Татьяну Владимировну, вот, переходите на этот дом. Долго это обсуждалось, и, наконец, было принято решение. Я по лестнице поднимаюсь, а райисполком выезжает. И я, значит, всё жмусь к стенке, чтобы они меня не задели, выносили шкафы, столы и прочее. И я осталась в доме одна. Правда, ещё сторож. Первого этажа нет. Он вообще не функционирует. На втором этаже все комнаты пустые. Следы проживания райисполкома и других учреждений. И я одна. И вдруг пошли люди. Вот они идут. Я помню, одна бабулечка заходит и говорит, решила посмотреть дом. Когда он пустой, то интересно же посмотреть. Я говорю, ну, проходите. И она начинает мне рассказывать, что мама её подруги работала в прислугах у Плотниковой, рассказала любопытный эпизод, когда она, вымыв посуду, вытирая её, заметила соринку. И так привычно на язык пальчик и почистила. Это увидела хозяйка и сказала, привезите воды. Парашка слюной посуду моет. Причём это громко, чётко и жёстко. Как она говорит, не надо было делать замечания. Один взгляд, одно движение. И вдруг я себя поймала на мысли, хотя мне это было сказано, что вы, пожалуйста, Татьяна Владимировна, собирайте историю дома, история хозяев. Но вот именно это, встреча с этой бабулечкой, меня подтолкнула, что надо собрать, не просто там пришёл, увидел, победил, а вот именно как приходил, как побеждал, что увидел, какие чувства, мысли, потому что нам вот этого порой не хватает, да, потому что мы уходим, и уже те эмоции не передать. А вот она так долго рассказывала, ещё, главное, посмотрев на печку, а я сидела в угловой комнате, и говорит, это барыня, они её звали барыней все. Я говорю, да нет, это не барыня, это архитектурная деталь, не более того. но вот людям казалось, что это она. Ну, мы все, видно, кого-то похожи, нам говорят. Это вы говорите вот об эти аппликации на печках, да? Нет, это барельефы на печах, фигурка, лицо женское, причём оно реалистичное, не схематично изображено. Поэтому кому-то показалось, что она сама себя изобразила. Может, что-то и есть, не знаю. Вот. С этого и началось сбор материала. Потом действительно люди пошли, потому что когда мне говорят, что вот там равнодушие, нет интереса, я всегда говорю, да нет, интерес есть. И как только ты начинаешь над чем-то работать, идут люди. Они рассказывают свои воспоминания, опосредованное воспитание, скажем, плотникову не видели, но видели их родственники или соседи. И вот так по крупицам, по крупицам стал собираться материал, и поэтому интересно. Ну, а потом, конечно, часто спрашивают, у вас тут какие-то чудеса происходят. Я человек очень осторожный в этом плане. Не особо ведь верю, но когда повторяется несколько раз и более десятка, начинаешь думать, наверное, что-то есть. И вот так родились тайны, так родилось и название и выставки первой, от нее и название книг, потому что действительно у рождественского Роберта есть такая строчка в стихотворении. Это дом городской, как немое хранилище памяти. Вот только начинаешь заниматься и дом, любой дом благодарно раскрывает свои тайны. Так и наш дом. Да, и дома очень повезло с Ваней Татьяной Владимировной, потому что умные люди говорят, что больше всего им нужно собирать воспоминания. Воспоминания, которые греют человека, греют его душу. И еще Пушкин заметил, что пройдет, то будет мило. Действительно, жизнь поколений сохранилась в этом доме, и она настолько интересна. И благодаря вам, благодаря вот этим крупицам, которые составили и большую книгу, и составили красоту нынешнюю усадебного дома Екатерины Кирилловны Плотниковой, за это вам, конечно, огромное спасибо. От благодарных архангелогородцев. Ну, я тут должна сразу немножечко поправить, что моя задача была привлечь внимание к дому, что было сделано, а все остальное это наши хозяйственные службы, это реставраторы, это строители, большой коллектив, который работал для того, чтобы этот дом в один прекрасный день открыл двери и пригласил архангелогородцев. Да, я знаю, какую вы там огромную работу проводите, но об этом мы поговорим чуть позже. Вы человек успешный, энергичный, известный, а вот скажите, все ли и всегда ли было так гладко в вашей жизни? Расскажите немного о себе. Вы знаете, я думаю, наверное, в мире нет ни одного человека, у которого было все гладко. помните пословицу «Жизнь прожить, не поле перейти». Мы ведь бойко в начальных классах, когда проходили пословицы и поговорки, мы объясняли значение этого изречения, и только прожив энное количество лет, мы поняли уже каждой клеточкой своей души, что да, не поле перейти, и у каждого есть взлеты и падения, как там у Бокова, да здравствует амплитуда, то падаешь, то летишь, конечно, без поражений нет и побед, это так, а жизнь, она, я помню, как-то мне на встречах учащиеся школ и потом студенты, у них почему-то был один вопрос, как я дошла до жизни такой, наверное, что-то было, наверное, уже изначально заложено, а может быть, мне на пути, а я все время это повторяю, встретилось очень много хороших людей, это учителя, потому что я с трех лет без мамы, а с 13 лет я вообще одна, бабушка умерла, поэтому мне повезло, я иногда даже, знаете, не хочу сказать про сегодняшнее время, что оно плохое, но навряд ли бы я жила той жизнью сегодня, хотя вроде как говорят, что внимания много, нет, вот там мне было внимания много, да, я жила одна, дядя приезжал из Северодвинска раз в неделю, я ходила в школу, я занималась в кружках, вот именно про меня можно было сказать драм-кружок, кружок по фото, да и петь еще охота, то есть это я, потому что где бы ни было, я там, мне надо было быть там, обязательно быть там, и успевать все, поэтому это родители моих подруг, это учителя, это руководители студии, так что, вы знаете, благодаря им я и стала такой, потому и много где и участвовала, да, понятно, и участвуя везде, где можно и нельзя, вы еще добрались и до института, вы же закончили педагогический институт, а потом еще какое-то время и в школе работали, да, я закончила дневное отделение незаочно, вот, я ей помогал, конечно, и я пять лет отработала в школе, отработала пять лет в школе, и, конечно, по сей день я встречаю своих учеников, каждый раз они говорят, вы зря ушли, но, вероятно, в силу своего характера, где бы я ни работала, я должна делать работу на отличное, этот перфекционист, перфекционизм, наверное, иногда мне мешал, но надо сделать все, вот, чтобы было, комар носу не поточишь, это, конечно, тяжело, это иногда бывает с рыбой из этого, но это и дает свои результаты, не всегда тебя понимают, я вот, например, вспоминаю в молодости, горячая же всегда, допустим, я вам объясняю, давай сделаем то, а вы говорите, фу, я, значит, в уме, дура, дура, и только проживая на количество лет, я поняла, дура, это я, значит, я придумала, да, почему вы должны это восприять, вот прямо вот сейчас, в свой момент, и я начинаю, ага, слева не получилось, справа иду, сверху, не через дверь, так через окно, понимаете, то есть, и начинаю убеждать человека, что это надо делать, и это не кто-то там, не понимает, это ты не нашла нужных слов, теперь-то это я очень хорошо понимаю, вот вы преуспели в очень непростом деле, написали и выпустили две книги, причем каждая из этих книг вышла дважды, то есть было два издания каждой книги, и каждая из этих книг победила в областном конкурсе книга года, это и «Тайны старого дома», и «Елка моего детства», вот у нас даже здесь эти книжечки представлены, и я думаю, что эти книжки есть во многих семьях лично, у меня дома они тоже есть, и они не просто написаны для проформы, они написаны с огромной душой, в них интересные истории, дополнена кладовая краеведческих знаний, я тоже очень давно в своей профессии, я помню, как начиная готовить рождественские праздники, когда к нам вернулись духовные праздники, Пасху и так далее, всегда очень хотелось рассказать, как праздновали эти даты, эти дни, у нас на севере, в Архангельске, и вот у вас эти сведения, очень интересные, художественные, хотя они пересказаны нашими земляками, архангелогородцами, или жителями Архангельской области, они очень интересны, они имеют много художественных достоинств, и я скажу вам по секрету, я даже заучивала наизусть, и рассказывала со сцены, вместе с ребятами, которым тоже интересны были эти знания. Так вот, скажите, пожалуйста, какие сейчас труды, книги, альбомы вы создаете, какие вы оформляете выставки в своем усадебном доме? Я бывала тоже на ваших мероприятиях в усадебном доме, и они всегда отличались какой-то изюминкой. Вот когда вы выходили с акваяжем, что-то такое интересное, какие-то придумки были, заморочки, так скажем, интересные для присутствующих. Вот хотелось бы узнать об этом. Ну, вот вначале хочу сказать, что если бы мне лет так 30 назад сказали, что я буду писать книги, я бы откровенно рассмеялась. Такой вот мысли у меня никогда не было. Но как, теперь я понимаю, писатели, когда они говорят, что хотели героя вести вот налево, а он вот не хочет туда идти, идет направо. Так и материал, который стал собираться, он требовал выхода. Вот когда мне, и это все ведь не просто так, что задумал книгу, никогда этого не было. Оно начиналось с того, что вот я нахожу материал, что у Плотниковой были одни из самых таких знаменитых в городе елок. Мне захотелось их возродить. А как возродить? Значит, надо собирать игрушки. Стало собирать игрушки. А в музее одно из правил. Каждая вещь должна иметь легенду. То есть ты собираешь, получаешь что-то, и начинаешь вокруг этой игрушки. И поэтому люди рассказывали, вдруг надо выставку сделать. И когда на выставке вдруг люди удивляли, а что это у нас в Архангельске было? И тут я понимаю, что собран удивительно интересный материал. Но я уйду в мир иной, никто в этом мире не остается. Это что, все уйдет со мною? Надо это показать. И оказалось, что книга стала востребована не только в нашей области, а и за пределами. Пришлось очень много посылать книги. Люди даже, а потом, когда закончилось, говорят, ну и давайте снова, как она такая грубым голосом мне по телефону, черт побери, не успела купить. Мы второй раз издали. И даже этих сегодня опять говорят, где купить книгу «Ёлка» моего детства. И так же пошла и тайна старого дома, когда вот эти праздники, они ведь тоже не случайно появились. Сначала пасхальный стол сделала. Причем я должна сказать, что иногда говорят, ой, а откуда у вас это все появилось? А как это идет? Да вы понимаете, ты общаешься с людьми. Иногда даже не знаешь, кто вот это придумал. Потому что один фразу бросил другой. Это складывается в пазлы, да? И вдруг что-то появляется. И поэтому книги эти так возникли. И точно так же возник проект, которым я сегодня, ну правда, очень горжусь. Идешь по городу, а я в третьем поколении Архангела Городка, я не вижу этих домов, я вижу старые. И мне очень жаль, что многое снесено. Хотя говорить, что уж прямо там есть хорошие вещи, конечно, есть. И чистота начинает появляться, есть интересные уголки, но очень много мы убрали. Знаете, как Иванова, не помнящая в родства, что имен не бережом, потерявший плачем. И вдруг я ловлю себя на мысли, что ведь наши художники старшего поколения, они оставили нам картины. Это как артефакты, да? Как Атлантида, которая когда-то была, и когда находят какие-то артефакты, то это подтверждает, что она была. Вот так и Архангельск. И когда мы стали делать выставки, а сегодня уже седьмая выставка в музее, то люди стали видеть этот город. Мы ведь там отрицательного ничего не говорим. Люди должны сами делать выводы, что потеряли, как это мне жалко. То есть отношение к городу становится другим у тех людей, которые пришли. И меня все время задавали вопрос. Ну хорошо, выставки, когда-то они закончатся. А выход-то? Дальше-то? Я говорю, хочется издать альбом прогулки по старому городу. Потому что такого альбома в городе нет. Его вообще никогда и не было. Потому что эта живопись и графика, она ведь сосредоточена в музеях. Если альбомы фотографические, они существуют, и в разных вариантах, и их много, то такого никогда не было. И вот мы решили его издать. И поэтому мы с коллегами нашего музея сейчас и работаем вот над этим. Трудно, тяжело. Это не просто будут картины, рассказ о художниках, о картине, но еще рассказ о тех местах, которые там отмечены. Понимаете? А я же не все знаю. Я обращаюсь к Архангелу Городцу. Вы знаете, помогают мощно. И каждый, когда объясняешь, для чего и почему, то последняя фраза такая, ой-ой-ой, а вы только не забудьте нам сказать, когда он выйдет. Мы обязательно его приобретем. То есть это говорит о том, что материал этот востребован, и он нужен Архангелу Городцам. А вы уже знаете, когда он выйдет? Ой, это проблематично. Ну, как моя подруга говорила, цель поставила, добьешься, и это точно. Поэтому и в этом году мы должны макет сдать, а потом надо искать деньги. Но найдем. Да, и я вам желаю от всей души удачи в этом замечательном начинании. Вот в одном интервью Геннадий Хазанов вспомнил наставление своего педагога из циркового училища, который ему сказал, Гена, не дайте к себе привыкнуть, путайте карты. И художник обязан путать карты. Он должен знать, что в творчестве нет пределов совершенства. А когда у него такие мысли возникают, что у него в руках уже отмычка от всех успехов, тогда человек как художник заканчивается. И вот скажите, пожалуйста, вам удается заниматься чем-то еще? Или мечтаете вы заниматься каким-то другим творчеством? Или ищите вы какие-то новые подходы? Хотя возможно уже ответ на эти вопросы и прозвучал, но все-таки еще раз поясните. Я стрелец. И вступать в воду дважды мне неинтересно. Вот яркий пример вам. Мне поручено сделать выставку пасхальную. Я своей подруге Наталье Павловне Лютикой говорю, Наташка, слушай, не хочу делать эту выставку. Не хочу. Она говорит, почему? Я говорю, понимаешь, они до меня были. Не хочу я, понимаешь, это опять одно и то же. Иконы собрали на эту тему, весенние картины. Не хочу. Она говорит, слушай, а ты не хочешь сделать пасхальный стол? Я говорю, Наташка, никогда не делай. Говорю, о, это интересно. Понимаете, и началась работа такая, когда стол был сделан, пришел наш тогдашний владыка, он увидел, все своей свитой, так восхитился этим столом. Понимаете, или начинаешь выставку делать. Ты вчера делал уже выставку, скажем, художника Кононова, да, понятно, что Баранчеев это уже другое. Надо уже по-другому подходить. И ты ищешь эти пути, новые инсталляции, как это подать. Ты объясняешься с художником, да, надо выпустить какой-то вечер. Не хочется вот так, как обычно. Значит, ищешь пути, какие-то другие, скажем, вечер, и вдруг узнаешь, что в этот день, день рождения песни «Желтые листья» французской. Я быстренько ищу материал. Я когда сама стала перед гостями рассказывать, у меня у самой задрожал голос, потому что история удивительная. А фильма, откуда пошла эта песня, я никогда не видела. Я его посмотрела буквально на днях. потери, желтые люстья, желтые люстья, что это такое. И потом на стихе Привера она прозвучала и в монтан пропел. Причем эта песня никому не понравилась. А я даже подумала, и у нас так что-то сделаешь. Да чего такого никогда не было? Ну когда-то первый раз надо делать. Поэтому хочется каждый раз даже то, что ты делаешь вот так же с акваяжем. Мне уже потом говорят не будем выходить с акваяжем. Нет выйдем. Ну давайте каждый раз искать новый путь. Не просто выйти с акваяжем. То мы его потеряли. То где-то мы его тут ищем. То еще какие-то моменты с акваяжем. И опять горожане. Потому что с акваяж был в Марфином доме еще при Марфе Ивановне. А потом они закрыли. Я встречаю в Москве. Татьяну которая это придумала. Можно мне взять название? Я говорю не буду там с акваяж был, а у нас будет старый с акваяж. Точно так же думаю ну как мы после отпуска приходим неинтересно. Значит надо открытие художественного сезона как в театре как в кирхе. И я нахожу книгу очень интересную называется каноны где рассказывается книгу написал значит автор сейчас забыла он является являлся сыном дочери Гелировского описывает Москву вот этого начинания нового художественного сезона и думаю вот потому что как раз 30 сентября день веры надежды матери их Софии собирались за именинным пирогом и обсуждали что как лето провели а самое главное как будут жить в новом художественном сезоне то есть какие журналы читать будут новые какие спектакли какие концерты какие выставки вот и так пошел этот художественный сезон и сейчас у нас музея счастливо существует во всех наших домах то есть хочется каждый раз какую-то изюминку найти а так ведь ее не найдешь значит надо опять читать смотреть ездить разговаривать с людьми вообще люблю начинай рассказывать правда говорят иногда ведь это чревато когда ты рассказываешь свою идею а мне надо в глаза посмотреть ага заинтересовался ага не заинтересовался я скажу потом другими словами вот таким образом и получается что каждый раз но как только ты скажешь что ты я иногда слышу там ну что вы мне говорите я пединститут окончила что вы мне говорите я медицинский ну и что что мы окончили как мне Елена Иосифовна Рушникова наша зам по науке в свое время еще молоденькой мне говорит Татьяна Владимировна надо каждый день и каждый час доказывать что ты что-то можешь я тогда возмутилась ведь думаю я уже показала что я могу нет каждый раз доказывать так что слова его правильные да вот вам удается читать только по работе или для души что-то удается читать вот тут вы задели такое больное место потому что мы в библиотеке хотелось бы о чтении о читателях побольше поговорить вот я вам хочу сказать что я читаю только в отпуске а в течение года я читаю только литературу по своей теме то есть ищу выискиваю читаю размышляю а книги только в отпуске а в отпуске я еще не была потому что я пока черновой вариант альбома не сдам отпуска не будет но книги ждут книги меня ждут и я конечно их буду читать еще тем более у меня сотрудники есть я им очень благодарна которые на день рождения дарят мне книги причем авторов которых я даже ну и никогда не слыхала вот сейчас даже не скажу японского автора потому что у меня не на слуху подарена мне была книга я начала читать сначала так потом дальше больше интересно завлекло и поэтому сейчас выйду в отпуск и мы потом с вами встретимся я вам уже скажу о тех книгах которые я прочитала а если еще серьезно говорить то вот что мне удается это еще вернуться иногда в те книги которые я уже знаю хорошо возвращаться я очень люблю перечитывать Пушкина Евгения Янигин но это правда мне любимое произведение это точно так же как вот иногда сидишь телевизор на кнопочке это тоже нехорошо но бывает устала приешь так щелкаешь и попадаешь на какую-то эстрадную песню так она мне нравится ритм такой хороший слушаю потом хопа на канал культура а там звучит классическая музыка я хоп обратно и мне уже эта мелодия не очень нравится понимаете поэтому то есть я под классику да то есть вы все-таки читаете в наше бешеное время когда в основном превалирует деловое чтение но для души читать тоже надо потому что книжка она ведь еще и лечит это библиотерапия и открыли мы библиотерапию не сегодня об этом очень много красивых высказываний вот например еще Виктор Гюго заметил свет всегда свет повсюду свет в нем нуждаются все он содержится в книге то есть если вам ночью не спится можно взять книжку которая вылечит от всех нехороших дум от всех проблем и настроить на нужный лад но книга не всегда успокаивает она будет мысль и вот очень хорошие слова когда-то было сказано одним из литературоведов когда вот как нам мы же все жизни не проживем мы же многое знаем и понимаем кто нам это помогает это герои да и мы начинаем понимать что когда человек улыбается это не всегда весело да кстати в картинах тоже и когда человек вдруг тебе грубо ответил это не значит что он хам от неловкости вот это мы все познаем и в книгах я всегда на встречах с детьми говорю что всего не прочитаешь всего не увидишь всего не услышишь но если ты будешь ухо твое будет чуткое ты будешь слушать вот право понимать многое только так а без этого коль на библиотеку ходили а Добролюб шел Гайгаровская библиотека и вот в библиотеку придешь я ее вот здание которое сейчас расширилось и где у нас был читальный зал Добролюбовке которое здание мне нравился запах я иногда между скеллажами хожу и так знаете нюхаю книги и новые которые вкусно пахнут типографской краской и книги старые там уже и даже начинаешь фантазировать и когда я делала выставку книги моего детства я вспомнила все свои детские книги какие-то мы нашли в библиотеке какие-то горожане принесли а вот одну книгу так и не нашли в библиотеке мне сказали да она была мы ее помним такую книгу по следам прочитанных книг ой какая книга большая по размеру и тогда я узнала что ужас какой ужас я так любила мушкетеров оказывается и особо не моются и из окна все выливается и только время такое было но это же интересно было узнать и тогда мне тогда говорят откуда знаешь а вот все это книги а вот когда Шалваа Монашвили известный педагог приезжал к нам в Архангельск я запомнила его выражение книги ведь тоже не слят сказал он на грузинский маньян то есть они как живые существа конечно я даже вот вспоминая детство свое я спорила с героями меня уже во взрослом однажды спросили какие у вас книги были значит ваши любимые ну в детстве тут даже по мне уже понятно Чаполина Незнайка и я даже с ними вела разговор ты знаешь начинаешь что вот он пошел туда зачем туда не надо было идти то есть ты с ними разговариваешь как ты за них переживаешь а Уливер Твист и Дэвид Копперфильд у Диккенса я же вот читаю не могу все я начинаю переживать я начинаю по комнате вокруг стола ходить бабушка опять волнуешься понимаете вот такое волнение от книги было поэтому конечно книга мыслит и она тебя заставляет диалоги они так и идут ты же не бездомно читаешь почему всегда скажем повести и романы они читались несколько быстрее чем рассказы почему потому что рассказ прочитал другому не можешь перейти надо еще подумать порассуждать поразмышлять и только ко второму перейти иногда говорят ты так книгу быстро ну там повесть проглотила а сборник рассказов он вроде тоньше я говорю ну сюжеты разные события разные их переживаешь Татьяна Владимировна вот нас слушают и смотрят Архангелогородцы и вот даже есть тут нам пожелания хвалят книжку спасибо автору это значит я думаю Тайны Старого Дома хвалят да немножко так неразвернутый ответ потом спасибо за любовь и верность русскому северу пишут нам наши зрители и мы продолжаем наш разговор и благодарим тех кто нас смотрит и слушает действительно да мы приглашаем интересных людей которым удалось совершить какие-то трудовые подвиги в этой жизни так громко скажем но на самом деле это так и есть потому что этому мы отдаем свою жизнь так вот Татьяна Владимировна нас слушают и смотрят Архангелогородцы и скажите пожалуйста вот они собрались прийти к вам в усадьбу Екатерины Кирилловны Плотниковой в усадебный дом что они сегодня там увидят что их ждет ой их ждет очень много интересного во первых начнем вот с чего скажем экспозицию на втором этаже русского искусства они уже знают ходят и можно туда ходить до бесконечности сегодня можно посмотреть только зал скажем династии Романовых в следующий раз можно пойти посмотреть искусство пушкинской поры то есть не надо ходить по всему а в какой-то день пройти по интерьерам или посетить наши лекции а выставка продолжает работать на 4 времени года она любопытная потому что там инсталляции где не только картины вы посмотрите а вы увидите мосточки искусство мосточки мосточки это чисто наше нигде когда к нам приезжают вы так пойдете по масткам потом свернете или наоборот идешь по асфальту потом увидишь мосточки а что такое мосточки а что такое мастки люди не знают вот они у нас сделаны колонки которые тоже восточки над северем в Вологодской области тоже это север мы же все время были то мы единое то мы разделяемся а так нигде нет я уже знаю пришлось мне этим заняться как-то какие слова которые только наши мастки вот посмотреть это колонки сегодня даже вот колонки есть а таких колонок нет когда ведро весишь снимаешь только тогда вода прекращает эти это телефонные будки это наши мне очень жаль что ушли от нас уличные часы которые на поморской стояли и это очень интересно было то есть увидят а еще у нас великолепнейшее приглашаем всех проект вечерние экскурсии то есть делается выставка вот сейчас прошла у нас выставка обнаженное искусство вы понимаете правда интересная выставка очень интересная что значит обнаженная ню то есть обнаженная натура причем я слышала это ой это так пошло вы знаете это значит человек не отличает искусство от порнографии и надо было бы я спросила вы выставку то видели нет я говорю ну мы это тоже проходили осуждаем не читали не видели но осуждаем века удивительная выставка причем мы показываем работы которые или очень нередко а чаще всего еще ни разу не были ни в одной экспозиции ни в одной выставке а они недолго то есть 10 дней идет встречи вечерние это экскурсии это вечера это концерты и потом меняется другой поэтому сейчас ой а мы не успели посмотреть эту выставку обнаженное искусство ну друзья мои надо успевать поэтому вот сейчас выставку посмотреть правда и отклики уже интересные а впереди я не буду говорить у нас еще планов громадье где будут интересные выставки есть что посмотреть есть что посмотреть а потом еще один момент хочу вам сказать вот для нашего дома это особенно важно вот вы сказали про книги я иногда иду по улице я не знаю человека она останавливает меня и говорит спасибо вам за книгу а одна сказала вы написали за нас то есть могли любые написать но вот тут собралось все в кучу поэтому когда идем у нас есть экскурсия тайна старого дома когда мы говорим и о живописи которая у нас присутствует в доме мы говорим как через призму нашего восприятия через призму нашей истории потому что очень важно иногда где-то колокол прозвучал да а вот как он у нас то на нашей территории колокольчиком отозвался или дуновением ветерка или вообще никак поэтому когда ты идешь Петр Первый да имеет отношение Иван Грозный имеет а вот какое отношение имеет великой княгиней Лена Павловна или декабрист Мусин Пушкин да и так далее они тоже кто-то прямо связан с Архангельскими с областью а кто-то последованный и так а человеку очень важно свою идентичность проверить да это очень важно поэтому есть что посмотреть и есть что о чем поговорить послушать причем например я всегда разрешаю спорить давайте спорить только вся говорит давайте спорить на равных а то однажды мне мужчина про эту обувь знаете прощай молодость такие споры разгорается а меня они прямо обожают он говорит это из-за нашей школы это отменили я говорю да вы что то есть понимаете вот каждый ищет да это от нас пошло нет не все от нас пошло но то что у нас было и то что есть нам чем гордиться есть о чем грустить есть за что нам стыдиться но это наша история да и чем гордиться это очень важно ну наша встреча подходит к концу и хочу вам задать свой традиционный вопрос какого жизненного правила вы стараетесь придерживаться то есть одним словом как вы формулируете свое кредо ну я все-таки тремя словами скажу когда-то в подросткам после вот этих книг которых я вам назвала детские я прочитала два капитана я ее люблю по сей день я к ней тоже заглядываю я в свою записную книжку будучи девочке в 13 лет или 12 мне было я написала бороться искать найти и не сдаваться и вот это у меня по сей день да идем пробуем доказываем убеждаем перетягиваем на свою сторону и побеждаем побеждаем пусть вот так чуть-чуть помаленечку но не сдаваться держать удар Татьяна Владимировна вы молодец вы меня сегодня убедили что мы не зря пригласили вас именно в библиотеку и доказали мне не однажды своими ответами что вы настоящий читатель потому что настоящий читатель это не тот который читает а тот который перечитывает и живет вот со своими любимыми книгами всю жизнь и причем эти любимые книги становятся для нас неожиданно самыми любимыми как человек которого мы выбираем мы не знаем за что его мы выбираем и я просто хочу присоединиться к вам и сказать что я тоже часто перечитываю книги войну и мир я например во взрослом возрасте читаю и плачу а любимая моя книга все-таки это книга Людмилы Гурченко мое взрослое детство я ее читала тоже достаточно зрелым человеком дозированно читала отсчитывая страницы чтобы продлить это удовольствие и продолжение там есть аплодисменты когда она пишет о творчестве и была опубликована в нашем современнике и мне очень хотелось продлить это удовольствие Людмила Гурченко не писатель написала такую замечательную книгу в которой воспоминания вот она их все собрала и передала и передала людям так и вы Татьяна Владимировна не мечтали быть писателем я автор книг я не писатель а вот создали такие произведения которые люди читают перечитывают и хотят иметь в своих домашних библиотеках и не зря ваши книги стали победителями областного конкурса книга года книга года 2017 и елка моего детства была выпущена в 2006 году а награждена чуть позже в семейной номинации в общем Татьяна Владимировна огромное вам спасибо за встречу спасибо тем кто к нам присоединился но нашу программу авторитет имени Татьяна Зеленина так она сегодня полностью называется можно будет посмотреть в записи на нашей странице библиотеки Архангельска ВКонтакте всем спасибо до свидания до новых встреч до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...